Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. В данном видео мы рассмотрим блиц-партию, сыгранную между Магнусом Карлсоном и Владимиром Кравником. Эта партия была сыграна на 5-м чемпионате мира по блицу в 2010 году. Магнус начал ходом Е4, Кравник ответил Д6. Д4, КФ6, КЦ3, Ж6. Я уже упоминал в предыдущих своих видео, что в блице Кравник, особенно черными, пробует какие-то необычные для себя схемы. То есть прячется и не показывает каких-то основных продолжений в его излюбленных вариантах. В частности на Е4 он мог сыграть Е5 и что-то показать в берлинском варианте. Но на этот турнир он выбрал защиту пирца у Фимцева против Е4 и исправно в черных партиях на ход Е2-Е4 отвечал именно таким построением. Слон Е3 один из возможных вариантов. Напомню, здесь есть ход и Ф4, и слон Ж5, более активный ход. Дальше перец Д2, садей слон Х6. Ну а также такое построение как Ф3, Ж4, Х4 и атака на королевском фланге. Или же фенкетирование слона путем Ж3 и слон Ж2, конь ЖЕ2. Ну такой ход тоже возможен. Кстати, здесь возможно в дальнейшем и конь Ф3, слон Е2 и Х3. Вот такая тоже спокойная система. А6, здесь идея черных набросить пешку на Б5, может быть слона вывести на Б7, то есть расшириться на ферзьевом фланге. Ну, Магнус препятствует А4, такой программный ход. Слон Ж7, А3, чтобы не было хода конь Ж4. Два нуля, конь Ф3. Конь С6 и слон Е2. Ну вот видим, Карлсон останавливает как раз на описанной высшей системе развития сил. Да, она может быть не такая активная, как, скажем, вариант Ф4, Е5. Но здесь белые ничем не рискуют, получают солидную позицию. Е5. И здесь Карлсон решает закрыть центр ходом Д4, Д5. Образуя пешечную цепь. Тут, конечно, ничего не давало белым ДЕ. Дальше ДЕ, два нуля, ферзь Е7. То есть, по линии Д, скорее всего, будут какие-то размены. Ну, и игра очень похожа на что-то из испанской партии. Да, вот видим, что структура открытого дебюта в центре. Также, кроме Д5, вот здесь, возможно, ход был 2 нуля. Черные пробивают. Ладья Е8, переносят атаку на пешку Е. И примерно такой возможен вариант. Конь С6, БЦ, слон Д3, защитили пешку. Ладья Б8, черные пользуются полуоткрытой линией Б. Ладья Б1, защитили. С5, ферзь Д2, слон Б7. Видите, удобное развитие для слона. И Ф3. То есть, предстояла долгая борьба. Но после Д5, конь Е7, получилась позиция сторонгийского типа. То есть, видим, уже слон на Ж7. Та же пешечная цепь в центре, как обычно бывает в сторонгийской защите. И здесь белые решили закрепить свое завоевание пространства на ферзьевом фланге. И получилась такая структура пешечная, очень похожая на формацию пешек на королевском же фланге при защите каракан. То есть, кто играет классическую систему защиты каракан, те знают, что вот эти пешки, обычно это пешка Е5 и пешка Х5, против черных пешек, соответственно, Е6, Ф7, Ж7 и А6, они сдерживают движение черных. То есть, любой ход и Б7, пешка, если двинется вперед, и пешка С7 двинется вперед, все это создает определенные слабости. В данном случае уже на ферзьевом фланге. Ну, а белым будет просто дальше проводить Б4, может быть, уйдет конь и С4, дальше С5 или Б5. То есть, здесь явный перевес в пространстве у белых. Конь Е8. Программный ход. Черные стремятся подорвать базу пешечной цепи белых путем продвижения в С7, Ф5. Х4. Белые планируют атаку на королевском фланге. И здесь, в дальнейшем, игра белых будет всецело направлена именно на этот план игры. То есть, закрепив ферзевый фланг, стабилизировав положение в центре, Ну, в данном случае, как мы увидим, на время белые приступают к фланговой атаке на королевском фланге. Ф5. Подрывает центр крамник. Х5. И конь Ф6. То есть, давление на пешку Е4 возрастает, но Карлсон играет в этой партии активно. И ХЖ играет. Здесь, конечно, черные должны были задуматься о ходе ХЖ. Такой симметричный ответ. Конь Ж5. Ф4. Слон Д2. Если мы играем Ф4, нужно иметь в виду, что снимается напряжение с центра, и белым проще вести игру на фланге. Слон Д7. Слон С4. Ферзь Б8. Интересный ход. Поддержка хода Б7. Б5. Ферзь Ф3. Б5. Взяли-взяли. Конь Е6. Ну, вот в этой позиции все-таки у белых перевес. Так как конь залез на поле Е6, хочет выменять слона. Если этого не допускать, приходится отдавать другого слона. Тогда сильно ослабляются поля по белой диагонали А2, АЖ8. То есть, черного короля здесь ждут нелегкие испытания. Поэтому, видимо, более активно сыграл Крамник. То есть, его слабость наше 7 не пугает. Он хочет ввести в игру коня. И это тоже резонно. Конь Ж5. И конь стремится на поле Е6. Это основной маршрут для этого коня на Ж5. Конечно, он помогает давить на пешку А7. Ферзь Е7. Пока ход конь Е6 невозможен. И вот здесь Карлсон сделал первую ошибку в партии. Сыграл Ферзь Д3. В этой позиции у него был, ну, не скажу форсированный выигрыш, но очень сильный вариант. Еф, слон Ф5, Ж4. Мы, получается, вырезаем белые поля. Отвоевываем поле Е4 для белых фигур. Ну, и после слона Д7 можно сыграть конь Е6. Взяли-взяли. Ферзь Е6. И, что очень важно, Ж5. Так мы боремся за поле Д5. Конь Е8. И конь Д5. Вот в этой позиции явно видно, что исчезнувший белопольный слон черных. Здесь очень бы им пригодился, так как после хода слон С4 уже угрозы очень серьезные. Пешка на А7 становится реальной слабостью. То есть, фактически, здесь я не дорисовал еще одну стрелочку. Да, Ферзь Х5. То есть, слон С4, Ферзь Х5 и большие проблемы по белым полям в центре и на королевском фланге. Идем дальше. Все-таки Ферзь Д3 сыграл Карлсон. И он, это ход более защитного плана. То есть, в который раз мы уже видим, что в Блице, дело было как раз в Блиц, нужно делать ходы, которые создают угрозы. И переводят игру для соперника в план защиты. То есть, соперник становится защищающейся стороной, вы овладеваете инициативой, и тогда намного проще вести игру. Ну, а Ферзь Д3, ход такой, можно сказать, более защитный. И вот здесь Крамник сыграл ФЕ. Ход возможный, то есть, он сразу разрушает центр. Ну, можно было сыграть и Конь Ф4. На этот ход лучше, конечно, пробить Коня. Дальше отмечаем, что здесь не берут, сразу черные слона берут пешку, нападая на Ферзя. Ну, и вот такой множественный размен происходит. Взяли, Конь Ф6, Ладья Ф6, Шах. Почти мат, но Король убежал. Здесь, кстати, уже белые видно, что недоразвитые. То есть, какие-то С4 ходы Ладья Е8 или Ф3, может быть, последуют. Поэтому белым срочно нужно развиваться. Рокировку не сделаешь, Король Ф1 опасно. Поэтому играем ФС Д4. Взяли, взяли, Ладья Ж6. Слон Х5. Ну, и здесь более безопасный ход Ладья А6. Если брать на Ж2, то мы видим, что Ладья здесь находится в стесненном положении. Белый цепляется к пешке на Ф3. Слон Ж4 и Ладья П3. То есть, видим, уже дает плоды зажим на Ферзя во фланге. И Ладья вот так нападает на слабую пешку Б7, которую очень сложно защитить. То есть, у белых здесь перевес был. Ну, после ФЕ у белых тоже сохранялся определенный перевес. Они верно ответили Конь СЕ4, Конь Е4. И вот здесь ошибся Каусом уже второй раз, достаточно серьезно. Лучше было сыграть ФЕ4 на естественный ход слона Ф5, отойти на С4. И Конь шел по законному маршруту, Конь Е6. Дальше, скорее всего, пришлось бы менять этого слона. Ну, например, Конь Е6, Ж4 и ничего не остается у черных, как менять слона. Черным ничего не остается, как менять слона на коня. Ну, а тогда белопольный слон белый усиливался. Ну, и видим, что, опять же, на ферзьевом фланге никак нельзя потревожить ферзя белых, так как вход Б7-Б5 ведет к новым ослаблениям пешки А6, к примеру. Ну, так следовало сыграть ФЕ4. Почему-то в Блице сыграл Конь Е4. И этот Конь здесь оказался фактически неудел, так как, повторюсь, правильным маршрутом для Коня, уже Зонжин встал на Ж5, был Конь Е6, ну, или же, конечно, Конь Е7 при случае. На Конь Е4 Коня отвел не туда, и сразу Крамник перехватывает инициативу. То есть второй фактический ход такой без угрозы. И Конь Е4 взяли и взяли. После этого, очевидно, уже стало, что Крамник выровнял ситуацию, если еще даже не получил лучше, так как у него чернопольный слон заработал, а, соответственно, чернопольный слон белых покинул доску, и Магнус не сориентировался. То есть в то время, в 2010 году, он еще был не вполне опытным шахматистом, на высоком уровне еще недостаточно сыграл партии, чтобы здесь понять, что все-таки ему стоит переходить к защите. И после 3-0, слон Ф5, Ф3, у белых получалась крепкая обороноспособная позиция. У них свои идеи тоже есть. То есть ладья Аш-2, например, ладья Аш-1, здесь слабость как-никак все-таки существует. Ну а давление по черной диагонали можно все-таки терпеть. Но он сыграл Ж4, то есть Магнус играет в атаку и, можно сказать, сходу попадает в худшее положение. Взял на проходе крамник, конь Ж3, это имел в виду Магнус, он хотел дальше коня перебазировать, наверное, на Аш-5. Ну слон Б2, без комплексов забирает крамник пешку, так как видит, что она висит. И вот здесь хочется отметить, вот в этой позиции и в дальнейшем очень упорную, изобретательную игру Калсона. Здесь он, наконец, осознал, что позиция не в его пользу и нужно искать соскок. Ну а соскок в такой позиции, когда у соперника два слона, приоткрыт король, нужно искать только в активной игре. И он нашел лучший практический шанс, ладья А4, ладья как на лифте, поднимается на четвертый этаж и дальше перебрасывается на королевский фланг. Слон Е5, слон здесь находится на отличной позиции. Белый король пока в центре, но Калсон играет король Д1. То есть для того, чтобы развязать слона для будущих операций, здесь пока белый король себя чувствует неплохо. Ладья Ф7. Нужно было сыграть просто ладья Ф2, пользуясь тем, что пешка осталась без защиты. Ладья А4 и ладья Ф7. Ладья возвращалась назад, как мы уже видим, прихватив еще одну пешку, у черных фактически две лишние пешки. И вполне неплохая броноспособная позиция. Но после ладья Ф7 так сыграл сразу Крамник, ладья А4. Он выгодил темп для защиты, но после слона Д7, слона Ж4, Калсон понял, что самое важное это выменять белопольных слонов. Вообще нужно сказать, что класс шахматистов во многом определяется пониманием, какие фигуры на доске нужно менять, а какие нет. Очень многие шахматисты, мастера спорта, я вот в принципе играю на своем уровне против сильных мастеров, международных мастеров. Я наблюдаю, что многие из них пытаются чуть ли не на классе, на технике обыграть соперника, просто оставляя ему плохую фигуру, а себе, соответственно, получая хорошую. И в такой позиции он постепенно соперника менее опытного пытается обыграть. И вот здесь мы понимаем, что, конечно же, не идет речь здесь о том, что кто-то намного более опытен, но Калсон демонстрирует понимание позиции. И он уяснил, что если разменять белопольных слонов, то белые поля в центре и на Калисовском фланге ослабнут, туда может запрыгнуть конь, то есть по таким маршрутам, и создать неприятности черному королю. Здесь последовало слон G3. Крамник понимает, что действительно после размена белопольных слонов конь может представлять реальную опасность. И вроде бы делает логичный ход, меняет этого опасного будущим коня, то есть опасную фигуру соперника. Но нужно сказать, что в этой позиции не стоило так конкретно подходить к вопросу размена. Сыграет ладья А, F8, то есть усилить нажим на пешку F. Дальше, конь E4, ладья F4, слон E6, шах, взяли, ферж G3, вот такой интересный маневр. Взяли, взяли, но это лучшее продолжение, найденное с помощью компьютера, GH и ладья H4. Конечно, в этой позиции слон намного сильнее коня, некогда сильная пешка на А5 лишена поддержки и вскоре достанется черным. Ну и ладья тоже намного сильнее у черных, чем ладья белых. Поэтому здесь перевес, конечно, на стороне черных. Но, повторюсь, Крамник сыграл, можно сказать, опрометчиво слон G3. И после ферж G3, ладья G7, именно на это рассчитывал Крамник. То есть он пытался подменять эти фигуры, то есть сыграть слон G4, дальше как-то подтянуть еще одну ладью. И худо-бедно отбиться, получив в любом случае не худшую позицию. Ну а, конечно же, у него сейчас фактически лишняя пешка. Но здесь Калсен продемонстрировал точный расчет в условии дефицита времени и сыграл ладья H7. Ну, есть видео на ютубе, посвященное этой партии. Видно было, что до конца Крамник не верил в возможность этого удара. Но Калсен посчитал все точно. Выбора большого здесь у черных не оказалось. Приходится бить ладью. И что же дальше? Дальше очень точный ход слон E6. Двойной шаг. Вообще нужно сказать, что двойной шаг это всегда очень грозное оружие. И нужно введеть в оба, чтобы вот такой двойной шаг не стал фактически последним ударом в партии. Ну, здесь, конечно же, у черных есть хорошее продолжение. И самый лучший ход выбирает Крамник, король H8. Прячет короля. Ну, вот здесь последовал еще один удар ладья H7. И, как оказалось уже в этой позиции, как бы черные не отвечали, то есть король H7 или ферзь H7, партия заканчивается вечным шагом. Например, после ферзи H7, а так Крамник не сыграл, очевидно, что белые просто шахуют ферзь C3, ферзь G7, другого просто нет. Ферзь H3, ферзь H7. Конечно, не стоит брать на D7, так как иначе черные остаются с лишним качеством, легко в игранной позиции. Ну, просто продолжают делать шаги, давать шаги, и позиция равная. Партия заканчивалась ничью. Ну, и после короля H7, как сыграл Крамник, Калсен тоже продемонстрировал ничейный механизм, немножко другой. То есть ферзь H3, король G6, ферзь F5, король G7, ферзь G4. Мы видим, что ферзь ходит по белым полям. Конечно же, король F8 хода нет из-за ферзи G8 мат. Ну, а на король H8 следует снова ферзь H3. На ферзь H7 возвращаемся к уже рассмотренному ранее варианту. Вот так Калсен, благодаря своей активной игре и изобретательности, спас полочка в этой партии. Ну, а Крамник в который раз убедился, что Калсен реальнейший претендент на звание чемпиона мира. И с ним нужно считаться в полной мере. Вот такая интересная партия. Надеюсь, что она вам понравилась. Спасибо за внимание и всего доброго.